Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленное Господи, братья и сестры, сегодня неделя всех святых, неделя купить десятницы. И мы в Божественном Евангелии, в Счетовом Зе Божественной Литургии слышим такие слова. «И же отвержится мне предчеловек, и аз ответнося его предоцем моим небесным. И же исповесь меня предчеловеки, и аз исповем его предоцем моим небесным». Дивное множество святых просидяло на церковном небосклоне. Сегодня неделя всех святых. Впоследствии будет неделя всех святых в земле российской, будет неделя новомучников и исповедников российских. Множество-множество церковных звезд, множество-множество святых, которые пронесли веру Христову и явили и жизнью своими поступками, делами, свою веру и вошли в Царствие Божие. Все святые для нас дорого. Все святые являются для нас путеводителями, путеводными звездами в Царство Небесное. Почему? Потому что они сами своими причистыми стопами прошли путь, который заповедовал Христом Спасителем. Но особенно, братья и сестры, дорогие нам те святые, которые жили рядышком с нами, которые жили в последние времена. Мы с вами, братья и сестры, часто вспоминаем святых, новомучников и исповедников Вифанской семинарии. Под рядышком с нами было духовное заведение, Вифанское духовное семинария. Она просуществовала до 1918 года. Последний выпуск был такой. И, по скромным нашим подсчетам, из Йостин вышло из учащихся или преподающих Вифанской семинарии около 50 человек святых. Завтра, 1 июля, празднуется память одного из Вифанских святых. Из святых, которые подвязались в Вифанской семинарии. А именно священного мученика Василия Крыбова. Это такое, братья и сестры, очень краткое житие. Много не сказано. Мы знаем, братья и сестры, что Вифанское семинария она была ориентирована в основном на воспитание священников для сельских приходов. И вот отец Василий Крылов был одним из таких простых сельских батюшек благочестивых, который своей жизнью и верой засвидетельствовал верность Христу. Мы знаем, братья и сестры, что предреволюционные годы в России, и вот в наших окрестностях, они уже такие были годами смутными. Всюду, в народе и особенно среди молодежи, в учебных заведениях царили такие революционные настроения. Значит, уже такой яд большевистской пропаганды проникл всюду. Не исключением являлась Вифанская семинария. Но, тем не менее, среди всех прочих семинарий она такой являлась достаточно твердость и стойкость. Потому что находилась она в достаточно уединенном месте. Воспитателями в семинарии были впоследствии будущие многие святые мужи. И вот мы знаем, братья и сестры, что когда началась революция, началось гонение на церковь и на ее священнослужителей, то многие учащиеся семинарии забыли про Бога, забыли о своем образовании, воспитании. Многие священнослужители оставляли свое служение, уходили работать, снимали себя сам, уходили на светские работы. Потому что служение в то время, это было подвигом исповедничества. Человек, который остановился на служение, он вынужден был отказываться от многих привилегий и льгот. Быть предметом всеобщих насмешек и презрений, вынужден был проводить достаточно такую аскетическую жизнь, практически бедственную. И многие священники снимали с себя сами. Но были многие такие, которые именно в эти суровые времена принимали наоборот, принимали на себя сам священство. Такой был святитель Лукас Крымский. Мы знаем, что он был врач, но во времена обвинения он принял на себя сам священство. Владыка Герман, священный мученик Германа, ректор Лифанской семинарии, он в это время принял на себя епископский сан. Принять на себя сам священство и епископский сан, это было значило тоже, что стать уже на путь мучеников и исповедников веры Христовой. Вот таким был и священничный Василий Крылов. Он был из семьи, из Подмосковья, из семьи соломщиков. Учился он в нашей веры Христовой семинарии. В 2018 году, как раз после революционного, он закончил эту семинарию. И после окончания был призван, так как был городанином России, советской России, был призван в действующую армию, красную армию. И до 1922 года он служил, отдавал свой долг родине. И вот все эти, что в его душе происходило, мы не знаем, но за все это время вера в его, несмотря на дурные примеры вокруг, только укрепилась. И поэтому, когда он был демобилизован в 1922 году, он, значит, женился на жене священника Спаса Преображенского храма села Спасконкорское Клинского уезда. И в том же году был рукоположен диаконами, а потом священниками. И начал свое священническое служение. И так вот, значит, служил он тихо, незаметно. Но никогда не стеснялся проповедовать веру, звать людей в храмы, в храмы Божии. Храм закрыли. Значит, он в то время был без места, потом перевели в другой храм, в другом храме служили. Он и в этом храме тоже служил. Призвали его на работу. Вот такое было наказание в то время. Во-первых, священником его семьи являлись семью решенцем. Это означало то, что они лишали всяких привилегий, которые были положены гражданам. И вот когда призывали людей на общественные работы, то даже, ну, они были тяжелые, физические работы, гражданам полагалась какая-то там компенсация хотя бы. Решенцы были лишены этой возможности. Они призывались на тяжелые, физические, земляные работы бесплатно. Потом были призваны и такие работы. И все время хранил свою веру и не стеснялся своего священнического сана, священнического своего служения. Одно время, когда у него не было возможности служить в храме, он устроился сторожем в колхозе. И ходил на свою работу в грязи, в грязи с крестом. Он, естественно, вскоре был уволен. Вот такая жизнь. А потом оклевет он был по доносам в 1938 году. Было следствие и бачку расстреляли. Вот такое краткое житие. Совсем вроде бы скромное, незаметное. Но насколько в этом житие для нас, братья и сестры, и назидание, и такой христианской глубины. Очень легко говорить о вере Христовой во времена благополучные. Но даже в наши времена, как часто мы, братья и сестры, с вами стесняемся своей веры, стесняемся перекреститься, когда можно. Когда заходят свои разговоры о Боге, или какая-то, может быть, критика Церкви Христовой, его священнослужителей, или слышим коры в сторону православной веры. Как часто нас так либо прячут свои глаза. А что случится с нами тогда, если случится такое, что нашу веру нужно будет исправить такой жизнью. Отказываться от выгод времени жизни, жизни всей. Быть как бы у всех в презрении, поправильнее. Идти до конца. Я вообще, когда просматривал жития бифанских выпускников, и очень много таких примеров. И вот эта жизнь священного ученика Василия, она такая очень тоже... Она вроде бы скромная, но она о многом очень говорит. А мы знаем еще очень много, как бы, еще не святых, но исповедников. Вот мне тут приезжали родственники, привозили еще, значит, такой... Собрали материалы в житии своего тоже, ну, дедушки, получается. Он еще служил в Тихинской храме Дожьей Матери. Вот такая судьба дьяка. Очень с красивым голосом заканчивал нашу семинарию. Необыкновенный голос был служил в женском монастыре в Москве. Монастырь был закрыт. У него был прекраснейший филигий возле, значит, самого монастыря. Соответственно, их начали притеснять. То есть подселили к ним разных людей. В конце концов осталась у них одна комнатушка. Семья его была лишена возможности. Дети не могли ни учиться, жена не лечиться не могли. Никаких социальных льгот не полагался. Они были лишенцы. И по согласованию с своей семьей он попросил, чтобы они от него отказались. И семья письменно отказалась от своего отца. И он жил там в храме Тихинской Божьей Матери и служил. Служил дьяконом. А когда старенький стал, уже не мог служить, переехал туда к себе. У него там все-таки был какой-то уголок в том доме. А уже все поумирали, остались какие-то дальние внуки, которые его не знали. Жил батюшка в коридоре. И вот так умер очень тихо и незаметно. Но ведь он до конца служил. Ничего такого не было. Громкого исповедничества не было. Просто не осталось своего служения. Остался верным Христу. И таких были многие. Братья и сестры, они для нас пример. Они для нас молятся. И ждут от нас веры. Веры не лицемерной. Искренней веры. Жизни не на показ, а сокровенной жизни во Христе. Жизни по Евангелию. Любви к Богу и к Церкви Христовой. Аминь. Спасибо Господи.